Всем добрый день. Спасибо, что подключились. Сегодня у нас будет лекция от Натальи Федоровой. Я чуть позже ее объявлю. Для начала я бы хотела начать с информации по ВКР Крп проект для тех, кто еще не слышал об этой инициативе. Буквально на 5-7 минут, пока Наталья подключается. И после лекции можно будет ответить, можно будет задать любые вопросы, мы с Натальей на них ответим. Также можно будет рассказать о своей концепции, например, или задать какие-то конкретные вопросы по вашему проекту и по заявке. Итак, ВКР Крп проект. Так, надеюсь, вам видно. Это инициатива, которая позволяет любому магистранту университета ИЗМО защитить свою ВКР в формате арт-проекта. Что это значит? Вы создаете арт-проект в команде с другими магистрантами. Это могут быть магистранты ваши одногруппники или это могут быть магистранты других направлений. Это могут быть студенты бакалавриата или даже аспиранты. Вы вместе объединяетесь в команду и создаете проект. Арт-проект должен состоять из какой-то концептуальной художественной части, должен иметь, должен быть выполнен с помощью современных технологий и иметь какую-то научную базу под собой. То есть какие-то исследования, ваши исследования, например. То есть вы должны проделать какую-то научную работу. В этом году у нас появилась возможность финансирования проектов. Мы можем выделить до 25 тысяч на конкурсной основе на проект. Да, то есть специальность, как я отметила, не важна. Вы можете быть с любой программой. Не обязательно также ребята спрашивают, нужно ли иметь какое-то образование или оканчивать художественную школу. В общем, если вы никакого отношения к искусству не имеете, но у вас есть какие-то технические навыки, вы тоже можете участвовать. Вам просто нужно объединиться в команде с теми людьми, которые смогут закрыть какие-то вот эти вот боли в проекте, которые вы сами не можете закрыть. Например, вам может понадобиться программист или, может быть, вам понадобится художник, чтобы доработать концепцию. Тогда вы можете обратиться, например, к студентам нашей программы. Напишите нам на artsobac.ru. Я еще позже протублирую нашу почту. И мы передадим ребятам ваш запрос. Можете также в чате написать. И, возможно, кто-то из ребят подключится к вам делать проект. Так в том году было с проектом Юлия Никиенко. С ней как раз работала Галина Алтарова, наша студентка. Они работали в паре. Да, здесь пару идей, как вы можете вообще подойти к разработке концепции, к проекту. То есть вы можете взять за основу ваше научное исследование и придумать, как подумать над концептуальный составляющий. Или вы можете пойти от обратного, подумать вообще, какие темы, какие события, идеи вас волнуют. И что бы вам хотелось вообще сказать миру и людям. Что ждет тех участников ВКРК как арт-проект? Ну, во-первых, это возможность представить проект в галерее AIR. Она держилась 16 с мая до, может быть, даже августа. Проекты будут представлены там каждый день, почти каждый день туда будут приходить люди. Вы сможете проводить медиацию, рассказывать людям о своих проектах. То есть это такое внимание к тому, что вы сделали, к вашим идеям. Возможность почувствовать себя в роли художника. Ну, и, конечно же, применить свои какие-то навыки в другой области, в которой вы еще не работали. Да, про проект я сказала. Кто будет рассматривать заявки? Заявки будут рассматривать кураторы и художники. Вот сегодня Наталья Федорова как раз здесь. Она в экспертном совете по рассмотрению заявок. Поэтому особенно, наверное, будет интересно, можете задать какие-то ей вопросы по вашим проектам, по вашим идеям, получить какую-то обратную связь. И также у экспертного совета есть рабочая группа экспертного совета, куда вхожу я и мои коллеги из центра Art and Science, которые могут как раз сориентировать вас по заявке и по исполнению проекта. Сейчас это может быть не так актуально, потому что вы на этапе формирования заполнения заявки, формирования концепции. Но в дальнейшем, например, вы будете тесно работать с Кристиной Лотц, которая будет курировать выставку, где представлены работы выпускников. И с Алексеем Фиськовым, техническим директором AIR, который будет помогать вам с монтажом, с воплощением проекта, с созданием, вообще с тем, чтобы этот проект стоял на земле или на чем-нибудь еще, чтобы он жил в реальности. Также по каким-то деталям, например, по защитам, если у вас есть какие-то вопросы по рецензентам, по работе с новостным руководителем, вы можете их адресовать мне. Да, здесь написано, что вы все сможете. Действительно, в том году у нас двое ребят, двое команд уже защитили проекты, поэтому это возможно. Главное, наверное, сейчас на данном этапе найти команду и хорошо поработать над идеей своего проекта, чтобы подать заявку. С этой целью, собственно, мы организовываем встречи последние несколько недель, которые должны вам помочь понять, что такое вообще Art and Science, что от вас ждут. Сегодня Наталья расскажет про разные жанры научно-технологического искусства и покажет разные проекты, чтобы у вас было понимание, что от вас вообще ожидается, что это такое и подходит ли это вам. Чуть-чуть про таймлайн, про разработки арт-проекта. До 10 ноября у нас дедлайн подачи заявок. 10 ноября включительно, можно до самой ночи посылать заявки. 25 ноября у нас будет объявление результатов первого этапа. Те, кто прошли первый этап, переходят во второй. И до 10 декабря вы должны представить смету, технический райдер, календарный план. У нас будут еще мероприятия для тех, кто прошел во второй этап с куратором AIR и техническим директором, чтобы они помогли вам представить как раз технический райдер, смету. И в целом у нас есть шаблоны, то есть мы сориентируем вас, как это сделать. И 20 декабря уже финальное объявление результатов. Это те, кто проходит и защищает свой проект в формате VKR как арт-проект. Дальше до 10 марта мы устроим просмотр ваших проектов, посмотрим, что готово, на каком этапе. И к 20 апреля проекты уже должны быть полностью готовы. Допускается, что то, что у вас может быть не все дописано в тексте VKR, например, или не оформлено все до конца, но проект уже готов точно. Потому что 10-20 мая у нас будет монтаж и дальше открытие выставки и предзащита в галерейном пространстве. И защита где-то будет в изюме, как обычно, у выпускников. Также приятный момент, текст VKR, так как вы делаете арт-проект, мы сократили текст VKR, обязательный объем для участников. Вам достаточно написать 30 страниц на том языке, на котором реализуется ваша программа. То есть если это русский язык, то на русском языке. Также к защите вам понадобится презентация, как обычно, фото, видео, документация. То есть нужно будет снимать, пока кто работает над проектом. И вот эти документы, которые вы подаете на второй этап в любом случае. Защита проходит на заседании Общеуниверситетской государственной экзаменационной комиссии. Ребята часто спрашивают, каким образом будет оцениваться их профессиональная часть. Если вы биотехнолог, каким образом художники оценивают вашу биотехническую часть. У вас будут рецензенты, которые будут именно по вашим направлениям. То есть это будет кто-то из биотехнологов или из робототехников, которые будут писать рецензию на эту часть работы. Также у вас будет научный руководитель. У каждого должен быть научный руководитель, который курирует проект именно с вот этой стороны. Со стороны специализации вашей. И, возможно, в комиссию мы пригласим также коллег, которые являются специалистами в вашей области. В целом комиссия будет также состоять из художников-рекураторов, как и экспертный совет. Ссылку на заявку я еще раз отправлю в чат во время лекции. И отправлю все ссылки, где можно еще раз будет посмотреть презентацию. Здесь также указаны наши контакты. Можете написать, задавать вопросы. Ну и, конечно, сегодня после лекции тоже вопросы приветствуются. Так, подошла ли мы Талия? Да, Наталья подошла. Тогда я передаю слово Наталье Федоровой, нашей преподавательнице в магистратуре, члену экспертного совета, как я уже сказала, художнице, куратору. Так, Наталья, пожалуйста. Спасибо. Да, вот, собственно, я сегодня хотела начать с вами разговор об Art and Science. Этот разговор я бы хотела сформулировать вокруг такого проекта, который связан с Art and Science. И принято, в принципе, ассоциировать научное искусство, технологическое искусство, гибридное искусство с вот этим проектом. Это Art's Electronica. Art's Electronica – это фестиваль, который проходит в Австрии. Проходит в Австрии начиная с 1979 года. Он постепенно разрастается, то есть изначально это фестиваль, затем это становится конкурс, на который можно представлять свои работы. Вот, и вот, например, сейчас, если вы откроете сайт Art's Electronica, то вы, собственно, увидите, что можно, вот, знаю, прямо ваш арт-проект, который вы подаете в ITMO, подать вот и на приз Art's Electronica. Почему бы не, например. Вот, значит, это конкурс, это фестиваль и это центр Art's Electronica. Такой вот исследовательский центр, который находится на берегу реки Дунай. Такое прекрасное стеклянное сооружение, в котором есть биологическая лаборатория, есть лаборатория 8K. Это лаборатория, в которой создают объемную проекцию, есть постоянные выставки, связанные с музыкальными инструментами, и постоянная выставка, связанная с дополненной реальностью. Наверное, первое, с чего я бы хотела начать, вот, мне любопытно вообще, кто вы. И я бы хотела услышать от вас, вот, вообще, что, может быть, что вы вообще слышали о научном искусстве, какие-то, может быть, фамилии, которые у вас с этим ассоциируются, какие-то ваши ожидания. То есть, вообще, вот, как, почему вы вообще всем этим заинтересовались? И... Давайте так, что вы слышали вообще об Art and Science? Кто вы и что вы слышали об Art and Science? Итак, я бы, может быть, нас здесь немного, я бы, может быть, всех послушала бы, минуточку. Но вот я могу начать. Я куратор и художник, мне нравится Art and Science, потому что моя самая первая исследовательская работа была посвящена кибертексту. И с этого момента я заинтересовалась отношениями между искусством и различными научными концепциями. То есть, моя первая научная работа была о кибернетике и литературе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я закончила технический вуз, и меня всю жизнь, наверное, тянуло к искусству, но я не знала, как совместить любовь к техническим, ну, специальностям и чему-то творческому. Вот. И я бы хотела поглубже узнать, что такое Art and Science, поэтому хочу поступить в следующем году. Вот. Знаю немного, но я в процессе. Понятно. А какая у вас техническая экспертиза? Что вы делаете? Что? Ну, вот вы говорите, вы закончили технический вуз? Вы там на кого учились? Я училась на программиста, и я, ну, я инженер с электроникой, с хемотехникой, вот, в таком плане. Ну, мне бы хотелось, наверное, что-то с робототехникой побольше вот в этой федерации. Понятно, понятно, спасибо. Ну, вот я еще, по-моему, послушала, Степану тут. Здравствуйте, Наталья. Ну, я ваш студент магистратуры первого курса. Ну, что? А что я вас не узнала-то? А вы решили... А, ВКРК «Картпроект», потому что вы тоже можете податься на ВКРК «Картпроект». Ну... Все, Степан, я вас вспомнила. Хорошо. Вот. Ну, про цифровое искусство я читал Кристиану Полу книгу, и там есть раздел по фотографии, который меня заинтересовал, потому что, ну, это все-таки технический способ получить какое-то изображение, поэтому я планирую сделать свой проект про инфракрасную фотографию, сравнить ее с обычной, тем самым показать, что видит человеческий глаз, а что может видеть матрица фотоаппарата просто в другом спектре. Ближним инфракрасным, там, 700-720 нанометров. Я уже делал небольшие эксперименты, допустим, если человек видит зеленую листву и зеленую металлическую ограду в парке, то это все для него как зеленое пятно, а если это снято в инфракрасном свете, то металл будет черным, то есть таким образом уже вся композиция изображения меняется. Я вот и собираюсь подготовить серию фотографий, которые раскрывают, ну, возможности человеческого глаза и фотоаппарата, тем самым, ну, как бы сделать исследование в этой области. Посмотрю, как, сделаю таблицу распределения, как разные вещества поглощают, отражают инфракрасный свет по сравнению с видимым спектром. Допустим, фольга сильно отражает, там, вода и небо поглощают. Поэкспериментирую в этой области. Спасибо, понятно. Так, Дарья тут у нас еще есть. Наверное, может, нет. Так, а Валентина есть у нас? Да, есть, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Валентина. Я учусь на первом курсе в магистратуре на индустриальной экологии, и я бы хотела сделать что-то в области экологического просвещения. Мне кажется, что Art and Science для этой цели наиболее подходящая сфера. В области экологического просвещения. Понятно. Спасибо. А я вообще... Да, меня зовут Дарья. Я бакалавр, вообще говоря, студент четвертого курса бакалавриата. И мне в целом интересно искусство, и в следующем году я планирую поступать в Art and Science. И поэтому я бы хотела поучаствовать в этом конкурсе не в смысле как защиты дипломов, а просто в целом, потому что есть это возможно. Кстати, интересный вопрос. Вот, потому что мне это интересно, я бы хотела попробовать. Так, а вот у нас есть еще Надя, и есть еще Катерина, и Таня. Здравствуйте, Наталья, да. Такую Надю я знаю. Так, просто, да. Я решила послушать просто вашу, в принципе, речь об Art and Science. Вы сами знаете, что я очень люблю Art and Science, и мое увлечение им началось еще с бакалавриата, и сейчас мое сердце лежит к биоарту. И я так заинтересовалась работой Милауры, что, в принципе, будучи куратором, хотелось бы ее к себе тоже привлечь и в биоарте попробовать сделать какую-то выставку, может быть. И вот интересно послушать вас. Ага, ага. Про биоарту, в общем, мало чего собиралась сегодня говорить. Ну, понятно. Рада видеть вас. Я вас тоже. Так, а кто у нас тут еще есть? О, Карина, так, понятно. Так, Карина, я тоже знаю такую. Здравствуйте. Я вообще Digital Humanities. Второй курс. Уже как бы пора уже написать что-то. Ну, пора уже что-то делать. Я просто сейчас... Мне интересно стало создать генератор волшебных сказок. Допустим, я не знаю, Проб и Кэмпбелл, это, конечно, здорово. Но я не знаю, может, мне нужно что-то посвежее почитать. Но просто хочется... Вот как-то какая-то идея есть, но не сказать, что я ее оформила во что-то определенное. Вот, и я сегодня хотела задавать вопросы, может быть, как это можно докрутить, спросить. Вот. Слушайте, ну, неожиданная идея, что вы решили генератор волшебных сказок делать. Это прямо вот как-то мне очень приятно слушать, но совершенно неожиданно. Относительно генератора я бы, может быть, советовала взяться за Твайн. И я как раз сегодня хотела показать работу, которая была отмечена на Арс Электронике, на Ампликс Арс Электроника, которая, в общем-то, дает очень необычный нарратив. Это квир-нарратив, и он в таком довольно необычном пространстве. И вот тот инструмент, который они используют, это не то же самое, что генератор волшебных сказок. Это некий интерактивный текст, где вы можете делать некоторое количество выборов. И там соединяется текст, видео, текст и видео. Вот. То есть может быть такое вот. Я думала про визуальные новеллы тоже, но что-то вот не докручило. Твайн, Твайн, я тоже слышала немного про Твайн. Понятно. Так, хорошо. Ну, кто у нас еще тут есть? Ну, всем привет. Я могу сказать, раз я подключилась и слушаю. Меня слышно, нет? Да, да, вас слышно отлично. И я на самом деле подключилась с целью общения и посмотреть, кто что делает параллельно со мной, в общем, чтобы быть как-то включенной в среду и, может быть, когда-то подключиться. Поскольку я первый курс магистратуры, вот, и я, конечно, буду делать сначала свои проекты, которые мне нужно сделать в магистратуре. Ну, вот, а зато уже буду планировать, что делать на втором курсе. Ну, то есть я с целью такое пред... ну, неторопливого вхождения, в общем, в завершение магистратуры. Понятно, понятно. Ну, интересно, кто что скажет, в общем-то. Кто что задумал. Ну, да, мало ли, может, пересечемся как-то. Вот. Угу. Так, у нас есть ещё... Кто у нас ещё тут есть? У нас есть ещё питание. Ирина. Здравствуйте, меня слышно? Да, у нас отлично слышно. Здорово. В общем, я тогда расскажу немного о себе. Я ещё на четвёртом курсе бакалавриата, учусь, на самом деле, в НИУВШ, заканчиваю филологию. Но я немного вот в ДИЭЧ варюсь, и мне это тоже очень интересно. Больше, наверное, занимаюсь визуализациями, то есть литература, визуальное какое-то искусство и визуальное представление, инфографики. Вот это всё меня очень увлекает. И сейчас тоже думаю над концепцией своего диплома бакалаврского, чтобы... Можно реализовать мой проект, потому что я работаю с ГИС-данными и буду, возможно, что-то такое делать. Спасибо. Понятно, понятно, спасибо. Так, кто у нас ещё тут есть? Ну, вроде бы уже всё отдали. Или я вас пропустила в какой-то момент? Да, Дарья говорила уже. Просто камеры, когда не включаю, сложно понять. Хорошо. Так, ну, собственно, что я хотела сегодня с вами обсудить? Я хотела с вами обсудить определение, что вообще такое произведение Art and Science, обсудить с вами вот эту институцию, которая производит Art and Science 79-го года и показать, как они представляют себе Art and Science в мире, какие у него есть цели, задачи и каким образом... Ну, вообще, какие задачи, кроме научных задач, какие задачи, кроме эстетических задач, Art and Science ещё может решать. То есть это, видимо, для тех, кто хотел делать экологические или социальные проекты. План у меня сегодня такой. Я хотела вам рассказать об истории Арселектроники так довольно бегло и показать вам их систему приз Арселектроника и то, как они распределяют в этом призе категории. И, соответственно, исходя из вот этих категорий, которые Арселектроника выделяет выделяет для своего... для своей премии, для своей золотой ники. Начиная из этой системы жанрового различия, поговорить о том, какие возможны жанры в рамках Art and Science. Ну вот, собственно, Арселектроника, как я вам уже сказала, существует с 79-го года. И это фестиваль, это фестиваль технологического искусства, который определяет вот какую-то такую свою... свою сферу, как гибридное искусство, как роботическое искусство, как искусственный интеллект и как различные... как различные сложные системы организации общества и... как различные системы организации общества. Да, вот у них они включают в сферу своих интересов нейрологию, также простетику, также медиаискусство. То есть мы, с одной стороны, можем различать медиаискусство и технологическое искусство, и, как правило, специалисты по технологическому искусству скажут, что это какая-то другая сфера. Но вот Арселектроника, она, наверное, интересна своей инклюзивностью, своим включением такого достаточно широкого мирового сообщества и своей ориентированностью на то, чтобы менять жизнь, менять условия того, как в этом сообществе можно находиться. Но вот вообще само название Арселектроника нас отсылает к семи либеральным искусствам, семи свободным искусствам Артис Либералис. Это музыка, арифметика, геометрия, астрономия. Такие вот, как бы... То есть это такие основы, такие киты, столпы европейской цивилизации, вот эти Артис Либералис. И при этом вот здесь мы видим электронику, ориентированность, соответственно, примирение традиции, современности и общества. Вот такая... Такой взгляд на это событие, на эту институцию был придуман... был придуман довольно неслучайно и в связи с определенной... с определенными какими-то условиями, которые сложились в этот момент. Ну, давайте вспомним, что примерно было и запретено к моменту 79-го года, то есть это уже отправлен в космос спутник, да, уже человек оказывается на Луне, уже довольно широко в сфере промышленности распространены компьютеры. Мы можем говорить об довольно широком развитии транспорта, различных транспортных систем, но вот у нас еще нету систем мобильной связи, хотя уже 80-е это широкое использование спутников для телевидения. И вот какое-то такое начало этого фестиваля, вот сейчас я вам покажу, с чего он начинается, то есть он с одной стороны начинается с таких двух знаковых событий, это симфония Антона Брюкнера. Антона Брюкнер это немецкий композитор, австрийский композитор, прошу прощения. И вот надо понимать, что Линц находится в Австрии, Линц, город, в котором проходит арсэлектроника, находится в Австрии, и он находится как раз между Веной и Лейпцигом, такими местами, где происходят важные музыкальные события, и, конечно, для создателей арсэлектроники было важно перепридумать вот эту музыкальную составляющую, и, соответственно, начинается, вот у меня здесь нет этой картинки, того, с чего начинается арсэлектроника, она начинается с того, что на всех радиостанциях Линца играют симфонию Антона Брюкера, и жителям города предлагается выставить свои радиоприемники в окна, так, чтобы весь город превратился в такое звуковое омлако. То есть, что мы видим в этом жесте? Мы видим примирение с классической традицией, использование современных технологий на тот момент, по современной технологии радио, и мы видим такой довольно широкий социальный жест, то есть, включение в сообщество, включение в этот контекст Линца. Ну и вот, наверное, что еще я хотела сказать об истории, это вот хотел вам показать вот этого робота симпатичного, это не кто иной, как SPI-12, и вот именно он, SPI-12, открывает арс-электронику и говорит приветственное слово. Он говорит довольно членораздельно, отвечает на вопросы, но, конечно, на тот момент развития искусственного интеллекта не дошло до такой степени, чтобы это был реальный искусственный интеллект, это был актер, который находился неподалеку. Тем не менее, вот этот жест понятен, технология обращается к обществу. Давайте посмотрим еще какие-то знаковые события, связанные с историей арс-электроники, чтобы понять какой-то такой вот их сформулированный этим сообществом контекст технологического искусства. Арс-электроника изначально проходит каждый год, потом перестает получаться каждый год, они делают раз в два года. Вот видите, в 80-м году арс-электроника тоже проходит. И здесь мы видим Клода Шеннона. Вы знаете Клода Шеннона? Кто это Клод Шеннона? Мне кажется, те, кто технические специальности закончил, но он не знает, кто это Клод Шеннона. Клод Шеннон это ученый из Массачусетского технологического института совместно с его коллегой Вивером они разрабатывают гипотезу Шеннона Вивера и это то, что становится основой коммуникационных технологий. Это такой легендарный ученый, которого создатели арселектроники включают в ее контекст. Сейчас я, наверное, еще буквально несколько годов арселектроники покажу вам. И что было такое? Давайте из каждого десятилетия. Например, 80-е посмотрели посмотрим на появившиеся здесь тоже довольно интересные персонажи. Мы видим Исау Томита, это музыкант японский, который работает с электронной музыкой. И мы видим легендарного создателя синтезатора Муг. Вот этого Роберта Муга. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. То есть получается, что арселектроника не только включает в себя достижения науки и техники, а через вот это важное для электронной музыки, вообще для культуры 80-х такой вот объект синтезатора включает и культуру. Ну, давайте что-нибудь из 90-х посмотрим. Вот, кого мы тут видим. Мы видим Шар Дэвис. Вот эта дама в красном, это Шар Дэвис. Она интересна нам тем, что, наверное, когда я говорю VR, виртуальная реальность, вы представляете что-то такое довольно современное и Oculus Quest или вы представляете себе какой-нибудь VR-клуб, где вы играете во что-нибудь вроде Half-Life или какой-то такой вот опыт довольно довольно синхронный, довольно современный. Но при этом виртуальная реальность наверное какой-то такой ее первый рывок в развитии. В самом деле можно по-разному рассказывать историю VR, ее можно рассказывать через различные иммерсивные пространства, историю VR можно рассказывать через историю разных всяких head-mounted displays, то есть различных устройств, которые надеваются на голову и создают вот такое иммерсивное пространство. Можно через всякие панорамы рассказывать историю VR. Ну вот 90-е это VR уже с head-mounted дисплей, то есть с VR-шлемом. и вот Шарлотта Дэвис, Шар Дэвис это одна из легендарных пионеров VR и ее работа «Осмосис», за которую он, собственно, и получает золотую нику, это работа, в которой вам предлагается опыт пребывания под водой и через дыхание вы в этом пространстве передвигаетесь. Ну и давайте из двухтысячных на что-нибудь посмотрим, например, какой-нибудь например 2001 выберем и вот здесь вы уже увидите что-то, что должно вызвать, мне кажется, у вас ассоциации с с Билартом и вот перед нами интерфейс такой вот мозг и такая гидравлическая система и в связи с этим можно сказать, что 2000-ый конец 90-х это момент когда формулируется биоарт-повестка и вот эта самая биоарт-повестка она связана с научными открытиями, она связана с 1953-м годом и расшифровкой кода ДНК, с 90-ми годами еще большим количеством революционных открытий связанных с ДНК и секвенсированием ДНК и вот оставаясь на гребне волны, находясь вместе со современностью, с электроникой, включает и вот это направление в свою повестку. Как я и говорила Арс-электроника, это с одной стороны фестиваль, с другой стороны центр и это приз, это какое-то такое вот состязание художников. Я, наверное, хотела рассказать о какой-то, ну вот рассказывать о фестивале очень сложно, это очень такое большое событие, начиная с 2020 года в это событие, включаются еще и города помимо Линца, это называется Кеплер's Gardens, сады Кеплера, и вот может быть каким-то таким важным будет здесь сказать, что уже второй год ЭР и ТМО Арт Резиденси это участник этих самых садов Арс-электроники в первом году это было в 2020 году это было подгордение в этом году заземление и начиная с садов Арс-электроники с 2020 года с пандемии они озвучивают идею международного события, которое разрастается по сети партнерств Арс-электроники и оказывается уже в 120 городах в 2020 году и их количество неуклонно увеличивается вот сейчас я бы хотела вам показать некоторые работы которые находятся в центре Арс-электроника я бы сказала что вот при помощи этих работ и при помощи работ которые выиграли Арс-электронику в этом году мы можем с вами такой синхронный срез повестки Арс-электроники снять и обсудить глядя на эти примеры что собственно мы понимаем под должны понимать к чему нам следует стремиться когда мы создаем произведение которое относим к научному искусству или Артенса начать ну вот так с чего же я хочу начать я например хочу начать с работы вот значит что мы тут с вами наблюдаем мы наблюдаем робот-манипулятор робот-манипулятор который это проект который сделан в университете Линза и в лаборатории Creative Robotics и этот проект сделан совместно с Катариной Халус вы ее тут видите ее профессию можно определить как кукломод давайте посмотрим как эта штука работает немножко перекручу ну там объясняют по-немецкин в принципе что-то такого мы можем представить по-немецкин Ну, вот тут много всяких, не знаю, какие у вас мысли возникают, когда вы видите эту работу, о чем вы начинаете думать? Я начинаю думать о том, что белый человек, который подвязан к кукле, они створят душу, а вторая кукла больше какое-то физическое тело, и я сразу думаю про манипуляцию кого-то душой и телом, ну, разделяя душу и физическое тело. Конечно, красивый образ, да. А еще какие у кого мысли? Не возьми, Николай, если я пока. Ладно. Я вот думаю как раз таки о том, что Арселектроника всегда проходит осенью, и она наследует такой вот осенней ярмарке, в которую крестьяне привозят всякие продукты, которые они произвели, изделия, которые они сделали, мастера привозят. Да, вот такая вот ярмарка, которая соединяет всю эту землю, всю эту часть Австрии, да, вот такая ярмарка, как встреча. И традиционное ярмарочное развлечение, это вот, конечно, вот такой вот кукловод и кукольный спектакль. Мы можем вспомнить Петрушку, мы можем вспомнить комедию Дель Арте. Ну и вот здесь, мне кажется, не случайно. Эта работа, кстати, сделана по заказу Арселектроники, то есть это что-то, что команда Арселектроники как такое, какое-то свое сообщение создает. Создает. Ну вот я здесь вижу мир, в котором роботическая рука способна на художественное высказание, и роботическая рука, которая вот с одной стороны управляет каким-то таким вот человекоподобным существом, с другой стороны, немножко, может быть, помогает ему и одушевляет его, да, такая вот технологическая душа, в этом смысле, я согласна с Ириной в определении, такая вот технологическая душа недвижимой куклы, да, вот что-то такое я здесь вижу. Вот, но при этом не забывая о ярмарочном контексте. Значит, раз уж мы пытаемся с нами дать жанровые дефиниции и дать какое-то направление для ваших проектов, ну вот что здесь мы видим? Мы видим здесь готовую технологию, которая используется каким-то другим образом, да, и мы видим такую стильную эстетико-философскую составляющую, да. То есть выходит, что, кажется, вот такие могли бы быть компоненты у вашего проекта. Если бы я давала определение произведения технологического искусства, ну вот его можно дать здесь, можно дать в конце, я бы сказала, что это произведение современного искусства, в котором есть исследовательский компонент, или есть научный подход, есть эксперимент, но при этом есть и концептуальная эстетическая составляющая. Получается, что вы должны не забывать о двух составляющих важных, одинаково важных, неотъемлемых составляющих. Проект проекта Art and Science – это составляющая эстетическая и исследовательская. И получается, что произведение Art and Science направлено на то, чтобы познать мир. Это такой способ познания мира средствами эстетическими, которые включают свой арсенал и современные технологии. Так, ну ладно. Продолжим смотреть на те работы, которые бы вы могли увидеть, если бы вы сейчас оказались в центре арс-электроники. Вот это вторая работа. Работа из 2010-х. Такая, в общем, довольно не новая, очень знаменитая, много где путешествующая, путешествовавшая. Это работа Такауки Тодда, Simulative Emotional Expression Robot, UCR. Что эта вещь делает? Сейчас я посмотрю, если нет, мы можем пойти на сайт Такаука. Это робот. Это робот, который может распознавать ваши эмоциональные выражения эмоций, которые видны на лице. Можно что-то лучше сказать. Физиологическое выражение эмоций. И ваши эмоции может повторять или реагировать на них. Может быть... Знаете вы эту работу? Или не очень есть ли вы на ком? Давайте посмотрим. Северный такой довольно трогательный. Нет. 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 что такой довольно очаровательный робот на такой эмоциональность игривая и кокетля скорее конечно такое детское или женское поведение роботом у нас всегда либо вот какой то такой вот он не часто бывает не муж не с мужским каким-то таким поведением но какие мысли у вас возникают глядя на севера ну наверное олицетворить одушевление точнее робота и приравнивание ему к человеку потому что он испытывает те же самые эмоции по сути которые испытываем то есть вернее симулирует да симулирует симулирует эмоции или показывает нам эти эти эмоции ну что мы здесь видим мы видим робота который может бегать головой мы видим робота которого есть которого подвижные брови на это помощь бровей закрытых полузакрытых вверх направления глаз и наклона головы здесь губы совсем не участвуют ну наверное это не случайно потому что здесь не речевое поведение демонстрируется а поведение как раз таки какое-то вот предречевое или надречевое поведение эмоциональное такое вот какое-то невербальное поведение мы видим такого робота который разделяет выделяет эмоции и что ли сочувствует получается что это робот который не только не угрожает человеку робот который не только не пытается обогнать человека робот который может быть даже учит человека сочувствовать немного лучше и более более точно тоже опять мы здесь можем выделить посыл такой важный для арс электроники это использование техники для того чтобы понять и улучшить жизнь в обществе то есть не использование техники ради ее абстрактного развития использование техники которая направлена на изменение жизни людей техника не в отрыве от людей техника всегда с людьми соглашу согласовывающиеся и как-то на них ориентирующиеся давайте еще посмотрим на работу которая тоже выставлена по центре арс электроники это клавиола и это его фотографии 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 это его фотореалистичное изображение леса это сканирование леса сканирование если вы присмотритесь сделано при помощи точек и здесь мы можем кроме изображения деревьев кроме изображения структуры деревьев кроме того что мы видим глазами мы можем регистрировать этими высокочувствительными 3d кроме того что мы можем видеть структуру дерева еще видим то что не видно глазами мы можем видеть тепло которое излучают деревья или в случае например жар и холод который тем которую он формирует мы можем видеть некоторые методанные о деревьях их внутреннем состоянии есть проект к вайолы построен как такой способ показать возможности видение которое за пределами того что видеть человеческий взгляд человеческий глаз видение как вот такой вот другой способ фотореалистичное изображение как другой способ сканирования предмет ну вот собственно то что степан и предложил качестве своего проекта так но вот возвращаясь к каким-то смыслом каким-то общем таким общему посылу арс электроники здесь техника дополняет углубляет человеческое зрение и позволяет человеку видеть состояние окружающей среды более глубоко более точно и более системы так и посмотрим ну 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 вот такую штуку значит это а это миросеть которая это сделал Егор Захаров соотечественник какая-то миросеть которая оживляет портреты я думаю мы довольно много видели в сети но вот интересно что именно этот проект связан с AI то есть мы видим что AI выделяется как ключевое направление развития техники и ключевое направление работы для художников и соответственно вот этот проект выделяется как такой вот перспективный интерес ну в общем такой наверное знакомая для вас форма если мы возвращаемся к идеологии арс электроники мы понимаем что здесь опять работа идет с традиционным искусством которая опять а просто работа идет с традиционным искусством опять в том смысле что так же как в случае симфонии Антона Брюкна берется какое-то вот произведение традиционного искусства и каким образом адаптируется или переводится эту работу я бы не относила к произведениям science-арта я бы скорее отнесла ее к шоукейсам технологии или к какому-то такому вот демонстрированию инструмента потому что здесь есть следовательский компонент а эстетический компонент ко мне здесь не соблюден ну и давайте еще на что-нибудь посмотрим такого вот еще например вещь тоже важная для арс электроники это рояль бусиндорфер это рояль который может ну вот вы видите в нем знакомый интерфейс воспроизведения звука то есть он может точно воспроизвести сыгранную мелодию но кроме того вот здесь такая магия арс электроники она здесь в том что ну вот мы понимаем что вообще музыка это какой-то важный сюжет для арс электроники значит здесь мы видим возможность кроме воспроизведения музыки это этот рояль запоминает силу нажатия на клавиши скорость нажатия на клавиши синий нажатия на клавиши заключается что можно точности воспроизвести уникальное исполнение того или иного того или иного пианиста это кажется тоже не произведение art and science это такой манифест это такой такая форма перевода традиционной культуры форма перевода искусства прошлого в искусство настоящего использование технологий для того чтобы вот эту связь между искусством прошлого и искусством настоящего поддержать сохранить вообще в связи с вот этим самым бассендорфером хотелось бы назвать еще одно важное для марселектроники направление направление медиархеологическое направление связанное с восстановлением старинных музыкальных автоматов направление связанное с восстановлением старинных часов или роботических конструкций то есть с одной стороны арселектроника направлена в будущее и вам следует направляться в будущее с другой стороны иногда что-то совершенно волшебное чудесное менее важное для настоящего можно найти в искусстве или в технологическом творчестве прошлого вот значит на этом я хотела закончить вот эту первую часть представления центра с электроникой постоянной экспозиции и перейти собственно к системе жанров и к тому чтобы мы с вами могли ее обсудить эту самую систему жанров которую мы будем рассматривать на примере что мы будем с вами рассматривать на примере Приксерс электроника так сейчас я найду Приксерс электроника и с вами на него посмотрим что в в Продолжение следует... 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 В категории Artificial Intelligence и Life Art. Вообще, Forensic Architecture — это группа исследователей и архитекторов. Этот конкретный проект, он посвящен исследованию химии облаков. И облака — это… Здесь это интересуют облака скорее не как метеорологические объекты, не только и не столько, как метеорологические объекты, а облака как следы, вернее, даже облака как улики. Отсюда Forensic. Forensic — это криминологический как-то так. Ну вот, буквально в первых секундах этого видео вы увидите облако от взрыва, взрыва здания. И участники Forensic Architecture рассказывают нам о том, что вот это взрывающееся здание, оно хранит в себе в микроскопическом виде всю историю того, каким здание было до того, как оно взорвалось. То есть это фрагменты мобили, фрагменты тела, фрагменты какой-то виды, которая там была. То есть облака кажутся нам такими подвижными и эфемерными структурами, в то время как они вот такие улики, могут быть уликами военных преступлений. Давайте посмотрим несколько минут. Ну вот эта работа нам показывает еще и то, как важно свою работу правильно артикулировать и документировать. В 2008, Israel launched a bombing campaign in the Gaza Strip. Speaking to us on the phone, a Gazan resident described the scene of his neighborhood turning into a cloud of dust. While coughing, he explained that he was breathing in his home. The bomb clouds contained everything that a building once was. Cement, plaster, plastic, glass, timber, fabric, paperwork, medicines, sometimes parts of human bodies. The bomb clouds are architecture in gaseous borne, changing from columns to mushrooms, before dissipating into the atmosphere. Хватит одного химического элемента, я думаю. Для того, чтобы эту работу осознать, такая она очень, конечно, эмоциональная. Ну вот как вы понимаете, почему они получили приз за лайф-арт? И что тогда этот лайф-арт означает? Что-то когда-то все пропали. Но в данном случае тут лайф именно в плане реальной жизни. Ага, да. То есть видите, здесь лайф именно в плане какого-то исследования того, что эту жизнь людей делает существенно хуже. То есть это вот какое-то такое довольно криминологическое такое химическое исследование. Может быть, еще просто мало кто об этом говорит и мало кто задумывается о том, что происходит, когда происходит какой-то взрыв. Вот. Может быть, поэтому это важно. Я несколько раз видела форенсик архитекчера. То есть мне их сюжет знаком, так или иначе. Но вот здесь мы видим какой-то такой очень важный сюжет для современного искусства и современного технологического искусства. Это вот такую социальную значимость. То есть когда вы делаете свой проект, кроме того, чтобы в нем был эстетический компонент, кроме того, чтобы в нем был какой-то такой вот исследовательский компонент, вы еще должны задать себе вопрос, а кому это нужно и зачем? И почему вообще нужно об этом говорить? Вот о чем вы говорите? То есть вот момент, когда, не знаю, где-то взрываются здания, вот точно вот то, что вы сейчас делаете, вот то, что вы хотите представить, вот это вообще об этом стоит говорить и почему. То есть такой какой-то экзистенциальный сюжет нам открывает Арс Электроника вот этой своей категории, вот этим своим выбором победителя в этой категории. Так, ну, в общем, такой тяжелый проект. Сейчас давайте посмотрим на кому-нибудь более веселого. Вот такие, в общем, Cloud Studies. Здесь фильм целиком, потом 23 минуты. Мы с ребятами смотрели на занятия. Очень вам советую. Очень красиво, интересно сделан фильм. В этой же, кстати, категории есть просто очень мною любимая работа, которая была в заземлении. Это съедобная земля. Музей съедобной земли. Вот такая художница Машару ездит по миру уже в течение 10 лет и собирает всякие фрагменты земли, которая съедобна. Видите, она такая разноцветная. Там в качестве документации ее интервью с людьми, которые говорят, что такую разную землю не едят. Такая вот чистая антропология. И тем не менее. Вот. Так. Давайте посмотрим на Digital Music и Sound Art проект. Сейчас, одну секундочку. Так. Digital Music и Sound Art. Значит, вот этот проект, казалось бы, Convergence он называется. Проект Александра Шуберта. Проект бесконечно политичный. Очень красивый, очень мастерски сложно сделанный. Ну, тоже я вам предлагаю немножко его посмотреть. В общем, он вполне мог быть в предыдущей категории, на мой взгляд. Вот поставлю вам его и попрошу сказать, почему. Проекта. Проекта. Существует. You will be captured. the setting is called retrograde dissociation in this setting you will be captured as good as possible turn into a set of descriptive parameters these parameters will change dissolve from you regress reshape you will stare into the mirror too long you will tell me what you see in these representations здесь будут сейчас музыканты сканированные и затем их отсканированные версии обработанные нейросетью будут тоже участвовать в концертах сейчас покажу это все довольно забавно выглядит матчу файл vary your position smile showing first and I know it does not look like much and release facial expression interstage interblame position turn head to the left down enter repeat ну такого мы видим AI как дирижера, да? вот эти самые отражения играют вместе с музыкантами а В общем, вот такая вещь, довольно комплексная. Мне кажется, что здесь эти лица, их движения, они оркестрованы, и всё это регулируется некой общей музыкальной композицией, которую создаёт искусственный интеллект. Мне кажется, что в этой работе лица превращены в какое-то такое музыкальное произведение, процессуальное произведение. В общем, тоже, мне кажется, очень сильный проект. Вы-то что думаете, скажите? Вы спрашивали вначале, почему этот проект можно было отнести к предыдущей категории, к лайф-арту. Может быть, потому что конечное воспроизведение искусственного интеллекта, оно очень похоже на реальную жизнь. Как будто люди вышли и сами играют, и как бы тут можно даже не понять, что это сделал искусственный интеллект. Ну да, и тоже он здесь продемонстрирован как какая-то такая вот творческая интенция, какая-то творческая воля. Да, да. Какая-то такая основа композиции. Да, тоже, в общем, не очень страшный сценарий. Так, ну что, нужно полпути. Нам осталось буквально две категории. Так, вот наша категория компьютер-анимейшн, но такая довольно политическая. Это история о мерзком режиме в Камбодже. Вот рассказанная так достаточно кинематографично, живо. Тоже, значит, мы здесь вот так вот не делюсь с вами экраном, мы должны. Так, ну, сейчас я вам ее поставлю. Так, ну, сейчас я вам ее поставлю. Ну, вот когда смотришь на эту работу, может показаться, что вы на фестивале, в каком-то кинофестивале, или, возможно, вы на объединале современного искусства, поскольку один из самых популярных жанров на объединале современного искусства. Это вот видео, которое рассказывает какую-нибудь такую вот тоже проблемную историю. Ну, здесь мы опять упираемся в категории ценностные. То есть, с одной стороны, мы видим мастерство исполнения и таких вот из леса превращающихся таких вот этих партизанов, которые прямо материализуются из леса. Мы видим город и людей, которые очень ощутимое прошлое, но при этом они двигаются, и мы слышим рассказ свидетеля. Ну, вот, то есть, если вычесть вот этот эстетический компонент, мы здесь опять упираемся в ценностный компонент, рассказывание забытой, рассказывание важной, рассказывание трагической истории. То же, когда вы выбираете свою работу, будьте уверены, что вы выбрали историю, сюжет, который стоит рассказывать. Ну, и наша последняя, последняя наша категория, это будет U19. Так, я, по-моему, опять надеюсь экраном, сейчас начнем делиться, вернее, продолжим. Ну, вот здесь, вот вы, когда вы читаете Create Your World, вам кажется, что, ну, что вот может быть за мир такой Create Your World? Это может быть какой-то, какая-то социальная утопия, или, может быть, это какой-то мир, который организован по каким-то, каким-то правилам, которые вам кажутся совершенно верными. Ну, вот здесь это такая очень эффективная звуковая структура. То есть, получается, что, в принципе, это мог бы быть как раз, опять-таки, могла бы быть предыдущая категория, да, цифровая музыка. Спасибо. 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 здесь видите очень простой синтезатор сделанный из медикатроле контроллера и ардуино такой способ создания музыкальной звуковой композиции довольно простой и потенциально бесконечный бесконечная звуковая композиция в общем вполне могло бы быть в категории звуковое искусство ну что нам нужно здесь суммировать с вами мы понимаем что то что я вам показала это ценности арс электроники какие ценности программа артенса и технологическое искусство так просто сказать сложно но ясно что ваш выбор технологии выбор истории выбор исполнения эти ваши ценностные позиции каким-то образом формулирует то есть я к чему потому что работа которую вы представляете нужно соответствовать ряду категорий которые здесь тоже сформулированы но я их повторю еще раз это работа и и зачем как думаете надо из небытия доставать то есть не должно быть что-то важное не только для вас не должно быть какой-то сюжет какая-то история какое-то ощущение которое важно и ценностно то есть это не может быть что-то неважное значит зачем тогда это делать на и вот кажется арс электроника это нам хорошо демонстрирует в ней и должен в этой работе должны быть элементы научного познания мира то есть должен быть либо исследовательский вопрос либо эксперимент либо гипотеза которую вы этим самым вашим дождь проектом проверяете опровергается и доказывать как несостоятельно тем не менее вот этот элемент научного познания мира ваш исследовательский проект должен каким-то образом включиться и последнее что можем возможно не самым наглядным образом показали примеры из арс электроники потому что кажется для них это в общем последнее место наверное если говорить о традиции нашей программы все-таки для преподавателей нашей программы для экспертного совета вот мы все-таки такие вот скорее выходцы из контемприарта для нас все-таки очень важно концепция для нас очень важен какой-то такой концептуальный подход и что это означает концептуальный подход это означает что формы и содержание неразрывные что содержание которое хотите вложить в проект может быть выражена только этой форме для ну каким-то очень тесным образом с этой форме связанной все что я хотела сегодня рассказать я еще хотела работу для карины показать задавайте ваши вопросы часы не найду она она ровен меньшим причем в риксер с электроника в этом году сейчас я попытаюсь найти кстати я еще хотела вам вот еще что сказать собственно кроме того чтобы задать какие-то критерии того как был бы здорово создавать произведение научного искусства я хотела вас познакомить с большим архивом таких произведений который в общем то одна из ключевых причин которой решил говорить о барс электроники собственно того чтобы показать вам этот архив который с 87 года хранить всех убедителей с электроники о них важную четкую документацию что безусловно вам поможет как-то сориентироваться в этом нужном направлении только по этому году так вот здесь я как раз на работу Даниэль братвайт шерли сейчас я покажу тренинг ну давай за маму и ну и 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 будет разворачиваться тем или иным образом это конкретная работа это такое пространство пространство которое ориентировано на людей к мир ориентации в котором тем из нас кто не queer предложено попробовать как как вот в этом мире в котором все время все тебе указывает на твою инаковость здесь заходя в то или иное пространство не сможете в нем продолжить быть если вы как-то неуважительно что-нибудь такое скажите какому-нибудь из представителей queer комьюнити здесь это самое queer комьюнити представлена ведь такой мир грезы такой какой-то город грезы и 4 довольно привлекательный интересный хочется узнать о нем больше вот послать вам эту штуку или не хотите про queer комьюнити почему хотим хочу сейчас я вам пошлю эту ссылку мне просто кажется что она очень классно сделано очень современно то есть квир или не квир это уж вам выбирать как бы этот или тот или этот сюжет это убирать безусловно но вот сюжет мне очень красиво построен очень эффектная история и очень хорошо такая такой базовый жанр гипертекстового письма соединен с графикой со звуком то есть если вы такое затеете вам конечно нужен музыкант 3d художник ну а вдруг вдруг их найдете раз и найдете тоже сделать какой-то такой же совершенно мастерский сделанной вещь хочется сказать что артенцией часто комбинации так ну что у кого еще какие есть запросы на просы комментарии наталья подскажите а можно посмотреть где-то работы студентов прошлых лет может они тоже где-то в архиве мне ну конечно было бы классно чтобы кто-нибудь взял сделать какой проект архив студентов прошлых лет то есть каталог стейдж вот этой вот выставки которая открылась в мае значит как к нему получить доступ ну да просто попросить у христины этот каталог с которой вы будете встречаться она вам с удовольствием даст это лучше документации работ этот пример какой категории относится компьютерами и мыши почему компьютерами лучше ну в общем компьютерами меньше хотя понимаете они же в своих категориях мыслят на мой взгляд нормальный такой гипертекст что еще можно узнать о предыдущих работах но это наша боль что у нас нет архиве предыдущих работ нету есть каталог читайте еще приходите на выставку вам уже поздно даже не знаю что сказать мы можем организовать встречи с художниками нашими выпускниками не могут рассказать о своих работах есть на самом деле какие-то презентации ну да есть вот то что лена показывает страница стейдж но это не кажется на что-то другое спрашивает ну в общем это тоже самое что каталог да но я прислала что есть посмотрите сюда степан хорошо а чего ли нам может действительно позовем кого-нибудь из прошлогодних или вы уже давно это сделали а может назвали те кто других направлений были вот и хотели позвать других выпускников артенциальных попозже у вас появится возможность чуть больше узнать об этом чем страница стричь что тоже неплохой вход хорошо ну что еще потому что хочет узнать или уже все хотят идти в жизнь назад кто ничего не хочет узнать у всех зуб фатика начался а можно еще раз попросите наташу назвать категория вот в арт электроники и и и или же категория в это в арт и сайенс как как бы нас нету никакого бога артенциальных которые определяют на категории вы тоже вполне можете поопределять категории артенциальных и уж я точно не тот кто скажет что не попадает в эти категории и все в общем все нельзя поделись категории как довольно долго объясняла они довольно такие лица не обусловлены всякими историей с электронной категории у них вот сейчас получше ну ладно можно и на память назвать они на самом деле меняются тоже интересно посмотреть как они меняются сейчас у них есть звук категория да и вот это вот звук у нас вот помните вот этот конверджен свой игрок на есть категория гибридные артифиша в интеллигенции life art есть категория компьютера не меньше но есть категория create your own world 4 примерно да это ни в коем случае не исчерпывающие категории это эта страница не скрывается если вы наберете приказ электроника это я вам рассказала не для того чтобы вы воспринимали эти категории как вот единственно возможные как какой-то такой вот символ веры я вам показала просто существующий и существующий долго прецедент то есть такую вот институцию которая с конца 70-х вот этим самым артен сайенсом занимается и какое-то свое понимание артен сайса успешно реализует успешно коммерчески успешно социально успешно с точки зрения истории искусства потому что они истории искусства коммерчески они успешны потому что линз изначально это столица столицы летения промышленности и какую-то ставку которую они изначально сделали это ставка на сотрудничество с корпорацией и вот они с ними сотрудничают и поэтому вполне то есть нельзя сказать что этот проект который приносит его создателям миллионы но в любом случае очень масштабный очень дорогой спасибо вообще если говорить конечно вот каких-то таких не знаю классических категориях то есть электроника она делает социально значимые и значимые для их сообщества категории нашего сообщества конечно мы обычно выделяем роботическое робототехническое искусство какой-то такой цифровой работающие с данными и работающие с живой материей искусство или биологическое искусство то есть вот так это традиционно разделяется спасибо ну что еще кто-нибудь что хотел сказать заметить спросить возразить предложить что сделать есть какой-нибудь примерный список того как возможно это все реализовать или это как вообще важно как это реализуется ну то есть допустим я знаю точно что там есть vr какой-то видео арт bio арт там это где а ну вот в какой-то из прошлых презентации было ну нам рассказывали про то что можно использовать можно использовать в общем вопрос о форме это такой вопрос что угодно в принципе примерно можно использовать если это если это что-то что угодно что вы используете значит он не убьет наших зрителей что-то и знаю там сама не сделает чего-нибудь ужасного это может быть что угодно что соединено с научным методом познания реальности это что угодно форма этого чего угодно должна совпадать с вашей идеей я здесь не ориентировалась на то что делали до этого не все что делали до этого было великолепно было хорошо было и чтобы было то прошло вот поэтому я бы скорее ориентировалась на вот эти цели которые я сформулировал нежели на предыдущие работы хорошо спасибо ну и вообще полистала бы архив арс электроники ну давайте еще что-нибудь предпоследний вопрос вообще вопрос форма это конечно очень суровый вопрос очень сложный вопрос люди этому учатся шесть лет есть всю жизнь какая должна быть форма это конечно если вы придумаете идеи метод возможно экспертный совет форму он подскажет да то есть это какой-то такая вот наша работа соединить форму научный метод и идею и желательно все-таки призываю вас делать что-нибудь значимое значимое что-то что вот стоит извлекать из небытья потому что может быть вот некоторые вещи которые может некоторые вещи не надо извлекать из небытья подумайте о чем-нибудь важным перед тем как создать проект что важными почему это важно чему это вообще стоит сказать может не стоит что другое стоит сказать если можешь не писать не пиши вот да да я вот к этому призываю что если вот как-то более положительный призыв сказать спросите у себя что по-настоящему важно что действительно вас трогает что стоит вынести в этот проект не делайте неважно на этой каринной формулировки если можете да я бы сказала так если вы можете не быть художником кажется лучше им не быть я не могу закончить на положительной ноте закончите на положительной ноте пожалуй в общем подумайте нет если у вас действительно есть идея и вы прям горите и сделать то ее надо надо делать по точно все то же самое что я сказала только гораздо лучше вот если идеи нет то ее не нужно выдумывать вот как то так я бы сказал не нужно вымучивать можно думать стоит но если вот вот вы не придете какой-то классный горящий день может и бог с ним вот а если она есть то мы вам поможем и доведем вашу идею до чего-то очень хорошего так кажется нам заканчивается пока мы не сказали слишком много того что не приведет к большому количеству наталья спасибо вам большое за лекцию очень интересно спасибо спасибо ладно ну давайте расходиться раз больше спасибо большое